Личное подсобное хозяйство семьи Ореховых насчитывает около двух тысяч гусей. Выращиванием этой домашней птицы Александр Иванович и Вера Васильевна занимаются четвертый год. И все бы хорошо, но на днях на их хозяйство было дважды совершено нападение не совсем обычных животных, похожих на собак, которые душили гусей и высасывали у них кровь. Они гораздо крупнее обычных домашних собак. Это все и по весу, по размеру и по агрессивности своей они превосходят, потому что сила у них очень большая. Они проникали в сарай, на фермы, они ломая даже стены, ломая заборы, сетки, железные сетки даже рвали. Вот эти они агрессивные были собаки. В 2012 году эти животные на протяжении всего лета держали в страхе жители Ершовки. Но как бы ни старались селяне защитить свои хозяйства и спасти домашний скот и птицу, их усилия были напрасны. Более 500 голов были беспощадно погублены дикими неведомыми животными. Я могу сказать, что я их сам видел и не один раз. 10 на 10 лет сантиметров. Это серьезные звери. И челюсти такие, что от уха до уха. Серьезно, есть и мелкие. Они тоже представляют опасность, потому что питательной базы у них нет какой-то. Поэтому они идут на домашних животных. И нападения на людей будут. Других ведь есть уже регион. Так что вопрос очень серьезный. Властям в первую очередь нужно задумываться и обязательно. Накануне ночью на хозяйство семьи Ореховых было дважды совершено нападение, в результате которого погибло более полусотни гусей. Несмотря на то, что летние отары, в которых содержатся гуси, находятся под неусыпным наблюдением сторожа с вилами в руках. Дикие животные стремительно пронеслись по территории хозяйства, хватая на своем пути гусей и прокусывая им головы. «Выбивают только кровь. Они просто душат. Сколько и в прошлом году мы смотрели, вот сейчас своих-то, они только за голову, я не знаю, какой шок у них гусей. Даже просто-напросто они целые, ведь вот лежат они целые. Вообще или в голову, или за шею только, где-то или сонная артерия попадает. И сразу гусенок падает. Они же не едят их. Вот именно что, я не знаю, просто убивают». При близком осмотре убитой птицы хорошо заметны два следа на голове от клыков собак. У некоторых просто сломаны шеи. Других повреждений на мертвых тушках нет. «Все, все эти птицы, все здоровые, хорошие, хорошие. Никакой лисе уже их не взять, бесполезно, и лиса так действовать не будет. Это вот именно ради спортивного удовольствия. А все это собаки бойцовские, собаки-убийцы, звери-убийцы, как их называют. Первый налет диких собак на гусиное хозяйство семьи Ореховых произошел за три недели до этого. Тогда погибло 76 голов. После нападения собак-убийц погубленную птицу осмотрела ветеринарный врач. Но ее заключение было соответствующим всему произошедшему. Гуси погибли в результате укусов дикими собаками. Но если дикие собаки, они попробуют кровь, они будут приходить на это место и до последнего убивать птицу. И не едят животных, они выпивают кровь. Кровь – это чистый белок, и им отсюда, как бы, белок этой энергии, они за счет этого выживут. Жителями сельского поселения в 2012 году были организованы ночные дежурства, но особого результата они не дали. Дикие животные продолжали атаковать деревню. Селяне считают, что собаки – это не волки. Они не боятся человека и смело заходят на территорию поселения. Они идут с мусорки. Ведь там вот едешь, когда по горе, хоть по той, хоть с Кукмарской трассы, идут по 15-20 собак. Вообще ведь очень много этих собак. Жители деревни не исключают вероятности того, что произошла мутация с волками. А как известно, волк – умное животное. Семья Ореховых на сегодняшний день не в силах защитить свое хозяйство от нападения диких животных. Ну, мы постоянно здесь охраняем, освещение сделали, еще там. Ну, сделать-то мы, по большому счету, ничего не можем, потому что отстрел в деревне запрещен. Ну, то есть закон – это не на вашей стороне тот самый. А выловить умную собаку – нет. Ну, петли, капканы какие-то – это бесполезно. Для них это неэффективно. Александр Иванович считает, что эта проблема касается не только Ершовского сельского поселения, но и всего района и даже города Вятские поляны. Всякое может быть. Они сегодня скотину уничтожают, завтра они могут и на людей напасть. Всякое может быть. И ведь они все-таки где-то, может быть, падали, схватят или еще что-то такое, если болезнь. Всякое может быть. Но это не наша ведь только проблема. Это проблема все-таки об этом говорят и на государственном уровне, и большие города страдают. Как выяснилось, в администрации Вятскополянского района, к которой относится Ершовское сельское поселение, знают об этой проблеме, но как-либо изменить ситуацию пока не могут. В соответствии с 52-м федеральным законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, также с санитарными правилами регулирования численности безназорных животных, это же касается и собак, и кошек, относятся к полномочиям субъекта Российской Федерации. Но в настоящее время, к сожалению, круг лиц, которые должны этим заниматься, не определены. Как бы и законодательством Кировской области эти полномочия конкретно кому-нибудь не возложены. В общем, и отсутствует финансирование. Ну, как бы, вопрос пока не решен. Тем не менее, жители Ершовки, брошенные на произвол судьбы, сами ищут пути решения данной проблемы, так как хорошо понимают, что никто, кроме них самих, не защитит свои хозяйства от нашествия диких собак-убийц. Я думаю, ситуация очень тревожная, и власти зря на это дело глаза закрывают, недооценивают или не хотят. Потому что, когда в прошлом году в Ершовке около 600 единиц скота были уничтожены, там, куры, вот эти, гуси, кролики. Вначале пустили слух что-то чупакабра. Если бы это была чупакабра, всем бы было очень интересно, ажиотаж, и все бы съехались и решили вопрос. А на самом деле, я считаю, собаки, они гораздо опаснее, потому что их очень много. Вот один убитый экземпляр весил 40 килограмм. Бойцовая собака – это одичавшие, это не домашние животные уже. 40 килограмм мышц – это очень серьезно. Они свободно ходят по деревням, по населенным путам, и по городу тоже они пойдут, значит. И у них еще инстинкт волчий, и они врываются в стадо, в любое. И пока они не устанут, они будут уничтожать, уничтожать, уничтожать. Олеся Соломатова, Дмитрий Соловьев, Служба новостей, Град.Инфо.